Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Северный район, улица Лизюкова, дом 61. В этом доме мы посмотрим с вами сегодня однокомнатную квартиру. Нужно ли вам что-то рассказывать про улицу Лизюкова? Я думаю, что нет, но я все равно немножко расскажу. Я уже много-много квартир снимал на этой улице. В частности, вот в этом доме у меня за спиной мы продавали, по-моему, в прошлом году мы продавали двушку неплохую, 60-й армии 21. Вот тут тоже в шаговой доступности, тоже мы однушечку продавали в прошлом году, продешевили за 2,700, она быстро у нас улетела. Что касаемо самой улицы, хорошая транспортная развязка, хорошая транспортная доступность. Все, кто хотя бы раз в жизни смотрел мультик котенок с улицы Лизюкова, знайте, памятник котенку с улицы Лизюкова находится вот там, буквально в двух остановках отсюда, от нашего дома. А вот так выглядит, собственно говоря, наш дом. Это чешка, девятиэтажная панелька. Дальше смотрим с вами по месту, я вам постепенно все рассказываю. Сейчас выйдем с вами на улицу Лизюкова сюда, чтобы было вам более ясно и понятно. Значит, смотрите, вот туда, одна остановочка вот туда, у нас птичий рынок. Вот буквально одна остановка, даже полостановки, наверное, да. Вот там у нас парк Победы, там же у нас торгово-развлекательный комплекс «Арена». Большое количество различных магазинов, сбербанков, детских садов, школ, поликлиника, пожалуйста, четвертая. Здесь взрослая, детские поликлиники, здоровый ребенок. То есть здесь все-все у нас в шаговой доступности, всего-всего полно. Ну и, повторюсь, хорошая транспортная доступность. Достаточно большое количество транспорта ходит у нас по улице Лизюкова. Вот у нас улица Лизюкова. Транспорта полно в любой район города. По месту расположения вам все рассказал. Сейчас пройдем с вами, покажу вам дом. Вот так выглядит наш дом. Повторюсь, чешка в нашем доме тоже, видите. Ага, детская обувь закрылась, аренда. Но зато процветает красное-белое. Неплохо себя чувствует. Там еще какое-то большое количество различных магазинов. Ну, кто-то работает, кто-то не работает. Ну, потому что январские праздники. Это я такой люблю поработать. Хватит уже жиры накапливать. Вылез из-за стола и предпочитаю в январские праздники побольше двигаться. Куда-то может выезжать с детьми, снимать для вас какие-то интересные обзоры, в том числе и недвижимости. И сейчас вам покажу как раз-таки однокомнатную квартиру вот в этом доме. По месту, в принципе, вам все рассказал. Все вам ясно и понятно. Смотрите, большое количество различных магазинов. Дом такой большущий, большущий. И улица такая прикольная на самом деле. То есть здесь есть все. Реально есть все в шаговой доступности. Так, наберу сейчас специалисту, который нам откроет эту квартиру. Этот специалист у меня проживает как раз-таки в этом доме, моя сотрудница. И она нам покажет эту квартиру. Квартиру буду показывать я, она нам ее только откроет. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Так, пока подойдет наш специалист, я обследую, как обычно, придомовую территорию. Значит, смотрите, вот там. Вот там садик 135-й. Прямо во дворе у нас получается. Ох, какая хорошая детская площадка. Классная, здоровская. Современная. Вот это садик 135-й. За ним 10-я гимназия. Там же отделение Сбербанка. Это я вам рассказываю, что здесь в шаговой доступности. Слушайте, ну классно. Здорово, молодцы. Если не ошибаюсь, здесь ТСЖ. В этом доме ТСЖ. И собственники жилья сами могут распоряжаться своими деньгами. Но я сейчас уточню у специалиста. Я думаю, что здесь похоже на ТСЖ. Так, ну по парковочным местам, как бы, вот видите, вот сами себе что-то тут отгородили. Что-то сделали. По-другому тут никак. Здесь, собственно говоря, больше ставить машин-то и негде. Видите, дворовая территория такая небольшая. Поэтому машины у нас стоят вот там. Что-то гулюшки тут, вороны что-то клюют, чем-то их тут подкармливают. У них тоже праздник. А вот в этом доме, если помните, в 16-этажном мы продавали двушечку. Быстро она у нас ушла. Но она достаточно неплохая была. Поэтому не мудрено. Это было то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. Сейчас, конечно, далеко и близко таких цен нет. По-моему, за 2,500, что ли, мы ее продали. Эх, где сейчас те цены. Так, сотрудница мне подсказала. Переходят они в новую управляющую компанию. Вот как раз-таки все есть чем. И появилась. И елка во дворе, пожалуйста. Новая эра, по-моему, если не ошибаюсь, будет называться новая управляющая компания. Там какой-то медведь даже сидит. Гоша, Гоша. Ну что, здорово. Подарила управляющая компания жильцам праздник. Все, пойдем квартиру смотреть. Ну а прежде, чем я начну обзор этой замечательной квартиры, хочу рассказать вам про удобный сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома. В наше неспокойное время приложение «Мой перекресток» просто палочка-выручалочка. Доставка до двери в течение часа. Сумки не таскать, вирусы не ловить. Скидки, акции те же самые, что и в магазине. Бонусная карта действует. Плюс удобная навигация приложения. Моя семья с удовольствием пользуется приложением «Мой перекресток». Всем своим подписчикам дарю скидку на первые два заказа. Если заказы от 700 рублей, вы получаете 250 рублей скидки на каждый. Если заказы от 1500 рублей, вы получаете 400 рублей скидки на каждый заказ. Для того, чтобы получить скидку, скачивайте приложение под этим видео и используйте мой промокод. Друзья, забыл сказать, что стоимость самой доставки всего каких-то 99 рублей. С Новым годом! Так, ну что, друзья, как обычно от входной двери. Обращаю ваше внимание, дверь нормальная, хорошего качества. Сразу вам немножко по планировке расскажу, покажу. И потом более подробно пройдем, посмотрим с вами все, что есть. Все, что с вами увидим. Так, общая площадь квартиры у нас 39 квадратных метров. 19 комната и 9 кухня. Вот такой коридор. Здесь прямо санузел. Дальше туда у нас пошла кухня. И вот здесь комната. Ну, давайте более подробно все во всех мельчайших подробностях с вами рассмотрим. Значит, пол здесь у нас линолеум. Место, видите, такая некоторая ниша сделана под гардеробную есть. Ну, здесь, собственно говоря, и сделаны, да, видите, такие небольшие вешалки. Оболница стоит. Можно какой-то небольшой шкафчик сделать. Оно такое вот углубление, в принципе. Это кому как душе вашей угодно. Стены здесь фактурная штукатурка. Квартира что-то сделана, что-то не сделано. Где-то нужно будет, конечно, приложить свои руки. Это уж на ваш вкус, на ваши желания. Так, давайте посмотрим, наверное, комнату. А потом уже кухню и туалет. Значит, в комнате здесь у нас ламинат. Пол-ламинат. Штанга, пожалуйста. Молодой человек, спортсмен. Уважаю, я за спорт. Хотя, по мне, и не скажешь, да? Так. 19 квадратных метров комната. Потолок побелка. Комната абсолютно ровной прямоугольной формы. Здесь все отлично планируется, расставляется. Никаких вопросов. Батареи у нас... Батареи у нас... Чугун. Чугунная. Так, лоджия у нас там несколько... Несколько завалена. Но постараюсь вам как-то показать. Ну, по крайней мере, покажу, что вид у нас во двор. Во двор, как раз-таки на детский сад. Это здорово, что не на улице Людюкова. Здесь тихо, спокойно, не шумно. Старенькое такое стекление, видите. Лоджия достаточно большая. Он стеллаж какой-то там даже стоит. Ну, без особого ремонта. Но то, что окна у нас во двор, повторюсь, это большой, огромнейший плюс. Здорово. Окна на 135-й детский сад. Тишина. Город еще спал. Один я тут с камерой лазю. Так, окна у нас пластик. Зафиксировали, двигаемся с вами дальше. Пол, ламинат. Так, дальше у нас по ходу движения. Ну, давайте двери посмотрим. Межкомнатная. Кухня у нас пол, плитка. Кухня 9 квадратных метров. Достаточно просторная. Вот эта встроенная кухня останется в квартире. Ну, плита, естественно, понятно. Кухня нормальная, на первое время вполне пойдет. Нет прям какой-то срочной необходимости тут же бежать какую-то себе другую кухню заказывать. Эта кухня вам еще послужит. Нормально, в неплохом состоянии. Здесь потолок у нас что? Натяжной. Да, и точные светильнички. Ну, где-то перегорело что-то. Где-то горит. 9 квадратных метров. Также у нас здесь пластиковое окно. Молитва слов, пожалуйста, вам православные. И также у нас окна смотрят туда, на детский сад. Вот это вот наша лоджия. Кусочек торчит. Классно, тихо, спокойно. Белый свет ничего не загораживает. Детский сад перед окнами. У нас 9 этаж. Так, батареи здесь тоже у нас чугун. Еще раз покажу вам кухню. В доме у нас газ. А у нас в квартире газ. А у вас? А у нас сегодня кошка. Родила вчера котят. Котята выросли немножко. Но есть из блюдца не хотят. Полплитка. Так, и остался у нас санузел. Осталось показать вам санузел. Двери все однотипные. Видите, да? И здесь в санузле. И на кухню. Так, санузел. Плитка. Пол. Плитка. Стены. Санузел. Хорошего размера. Я имею в виду то, что здесь стоит у нас и ванна, и раковина, и туалет, и стиральная машинка. Пожалуйста, вам все сюда влезло. И места здесь достаточно ходить. Ничего не мешает. Давайте вот так вам даже покажу. То есть, пожалуйста, здесь можно ходить. Ничего вам не мешает. Вполне себе можно передвигаться по ванной комнате. Бойлер вот этот, скорее всего, останется. Уточню у собственника. Но, скорее всего, останется. Вряд ли он куда-то с собой его будет собирать. Так, потолок у нас пластик. И точечные светильники. Так, буду закругляться, друзья. Жарковато немножко. В верхней одежде-то по квартире по чужой ходить. Да, достаточно жарко. Хорошо, видимо, топится. Чугунные батареи делают свое дело. Так, друзья, напоминаю. Люзюково, 61. Это северный район у нас. Дом Чешка. Девятый этаж. Общая площадь квартиры 39 квадратных метров. Девять кухни. Девятнадцать комната. Состояние квартиры я вам показал. Вы все смогли увидеть своими глазками. По коммунальным платежам, как всегда, все контакты специалиста есть под этим видео. Набирайте, звоните. Договаривайтесь о просмотре данной квартиры. Цена нашей квартиры 2 миллиона 260 тысяч рублей. Что-то сделано, что-то еще нужно сделать. Но, поверьте мне, для этого места расположения по нынешним временам это вполне себе действительно неплохая цена. Не пишите мне в комментариях, что моя подруга купила в Питере однокомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом за эти же деньги. Ну, не пишите. Ну, смешно ей было. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если видео вам было интересно и полезно. И до новых, до новых встреч. Пока.